Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Срочные новости! Американские законодатели представили так называемый закон о стабилизации СЕК, целью которого является увольнение председателя СЕК Гэри Гэнслера, а также абсолютная реорганизация всего регулятора. Поставьте лайк этому видео, напишите как можно больше комментариев, публикуйте это видео во всех социальных сетях. У этого законопроекта будет гораздо больше шансов быть принятым, если мы донесем эту информацию до как можно большего числа людей, насколько это возможно. Гэри Гэнслер нанес США страшный удар и принес Америке больше вреда, чем пользы, уверены конгрессмены. Об этом они и говорят. Давай разберем крупнейшую ложь Гэри Гэнслера прямо сейчас. И ты не поверишь, кто в ней замешан. Самым крупным криптовалютным крахом в истории, вероятно, является FTX. Вы были председателем СЕК, когда рухнула биржа FTX. Да. И сколько раз вы встречались с директором биржи до их краха? Я думаю, это видно из моих публичных записей. Вы встречались с FTX как минимум дважды. Возможно, вторым крупнейшим криптовалютным крахом в истории была Терра Луна. Кто был председателем СЕК, когда она рухнула? Не нужно тратить мое время. Вы были им. Беспокоит ли вас то, что ваш подход к индустрии цифровых активов фактически вытесняет эту индустрию из США? Мы всего лишь пытаемся заставить ее соблюдать законы. Если она не соблюдает законы... Вы говорите, что криптовалютный рынок не соблюдает законы. Однако, существующие правила СЕК не имеют смысла для криптокомпаний. Если они будут им следовать, они фактически умрут. Вашему стилю регулирования не хватает гибкости и нюансов. А в результате вы кажетесь просто некомпетентным полицейским, который ничего не делает для защиты Америки. Если вы считаете, что криптовалютам место в Америке, Если вы верите, что Америка заслуживает оставаться технологической и инновационной столицей мира, если вы считаете, что справедливые правила для криптовалюты должны быть установлены в Америке, поставьте лайк. Ну а если вы так не думаете, напишите в комментариях, почему. Гэри Гэнслер. Вот что он говорит о криптовалютах в 2023 году. Гэри Гэнслер. Занял пост председателя СЕК в 2021 году. И все это время мы думали, что у нас есть шанс, что он будет справедливо регулировать криптовалютные рынки, учитывая его риторику и преподавание в MIT в 2018 году. Это было довольно логичным, и признаться, я тоже в это верил. На самом деле мы не знаем, кто такой Сатоши Накамото, а этот вопрос требует изучения, но в конце ряда лекций я спрошу у вас, кто это такой с вашей точки зрения. Биткоин прямо сейчас от около 550 тысяч блоков, и блоки добавляются в среднем каждые 10 минут. Мы поговорим о том, почему это происходит каждые 10 минут, о том, почему Сатоши Накамото сделал так, и о том, как поддерживается сеть биткоина. В других блокчейнах, например, в эфириуме, это происходит примерно каждые 7 секунд. Так что не стоит слишком зацикливаться на том, что все это одно и то же. И здесь есть несколько технологий. Например, Сильвио Маккелли работает над Алгорент, и это еще более жесткая система, менее 7 секунд. Итак, мы уже знаем, что в США и во многих других юрисдикциях на 75% криптовалютный рынок не является ценными бумагами. Три четверти рынка не являются ценными бумагами, это просто товары, денежная криптовалюта. Поэтому, если вы слышите дебаты о том, что та или иная криптовалюта является ценной бумагой, на самом деле это не имеет особого значения с юридической точки зрения. Да, в 2018 году Гэри Гэнслер объяснял принципы работы биткоина и сравнивал его с эфириумом и алгорендом, а также заявил, что 75% рынка не является ценной бумагой. А знаешь, что мы тогда упустили? Мы совершенно не взяли во внимание то, что этот человек, Гэри Гэнслер, был бывшим партнером Goldman Sachs. Да, он работал с ними, но кроме этого, он работал финансовым директором президентской компании Хиллари Клинтон в 2016 году. Голдман Сакс и Хиллари Клинтон являются известными нелюбителями криптовалюты. Хиллари Клинтон даже объявила биткоин угрозой национальной безопасности США и даже существованию доллара в качестве мировой резервной валюты и даже существованию всех остальных валют вообще. Есть еще одна проблема, достойная внимания всей нации. Это взлет криптовалюты. То, что кажется экзотической и очень интересной игрой по майнингу новых монет, чтобы потом ими торговать, на деле имеет потенциал для того, чтобы бросить вызов существующим валютам. И даже, чтобы уничтожить доллар США в качестве мировой резервной валюты, биткоин может дестабилизировать нации, начиная от маленьких и заканчивая самыми крупными. Похоже, что Гарри Ганцлер продал все свои принципы, продал свою гордость, продал самого себя и все для того, чтобы стать марионеткой, выполняя просьбы тех, кто гарантировал ему работу председателем комиссии по ценным бумагам и биржам США. Он обвиняет криптовалюту в любой проблеме в Соединенных Штатах. Например, в начале этого года рухнули такие банки, как Silvergate, SVB, First Republic Bank. Помнишь это? Это были криптодружественные банки, и причина их краха была совсем не в том, что бизнес с криптовалютой принес им большие убытки. Нет! Один из этих банков даже не испытывал проблем с оттоком депозитов, его просто взяли и закрыли регуляторы. Просто за то, что он вел криптовалютный бизнес. Гарри Ганцлер тогда обвинил криптовалюты в крахе этих банков на слушании в палате представителей. Было три банка, которые потерпели крах за эти несколько недель. Два из этих банка, Silvergate и Signature Bank, занимались криптовалютным бизнесом. Я имею в виду, некоторые люди сказали бы, что они были, ну вы знаете, криптобанками. Очень интересное совпадение. Это ошибочное мнение, что крах этих банков был связан с криптовалютами. Что мы увидели в случае, например, Signature Bank, это то, что у него был отток депозитов, фидуциариев, трастовых счетов, юридических фирм, физических лиц и так далее. И на самом деле, некоторые из этих оттоков депозитов были заранее спланированы. Поэтому я, конечно же, сожалею, что в банке произошла банковская паника, но это никак не связано с криптовалютами. Может, хватит уже? Может, пора закончить уже с Гарри Гэнслера? Лично я надеюсь, что достаточно людей в Америке и других странах увидят это и поймут. Если ты находишься в Америке, ты можешь повлиять на принятие этого закона. Просто надавить на конгрессменов, надавить прямо сейчас, ведь лед уже тронулся. Этот законопроект был подан конгрессменом Уорреном Дэвидсоном, но он еще не принят. Закон о стабилизации комиссии по ценным бумагам и биржам включает два самых важных пункта. Первый – увольнение Гарри Гэнслера. Второе – полная реорганизация регулятора. Два республиканца в палате представителей совместно разработали законопроект о том, чтобы отправить Гарри Гэнслера в отставку и придумать совершенно новую структуру для регулятора. Представитель Уоррен Дэвидсон, республиканец из Огайо и глава большинства палаты представителей Том Эммер, республиканец из Миннесоты восстали против комиссии по ценным бумагам и биржам США. По словам Дэвидсона, американские рынки капитала должны быть защищены от тиранического председателя Гарри Гэнслера, но также и от его последователей. Каким образом? Цитата. «Я представляю закон, который покончит с тем, что председатель СЕК злоупотребляет своей властью. Также закон обеспечит защиту инвесторов, которая будет отвечать интересам рынка, а не регулятора на долгие годы». Законопроект предлагает, чтобы СЕК вообще забыла о том, что такое председатель СЕК, которым сейчас является Гарри Гэнслер. Вместо него появится должность исполнительного директора, который будет просто следить за операциями». Цитата от большинства членов Палаты представителей. «Американские инвесторы и промышленность заслуживают четких и последовательных правил, а не политических игр. Закон о стабилизации СЕК внесет здравые изменения для обеспечения того, что приоритетами СЕК являются инвесторы, которых они призваны защищать, а не прихоти безрассудного председателя, который может удариться головой». В последнее время ряд влиятельных республиканских законодателей продолжает свою критику политики Гэнслера и особенно его подхода к криптовалютам. Большинство конгрессменов с этим согласны. Регулирование путем принуждения и уничтожения не является надлежащим способом управления рынком, и не является адекватной защитой клиентов, и не является продвижением инноваций в США. В рядах Конгресса зреет революция, и если мы, люди, подстегнем ее, она случится быстрее. Конгресс понимает, что Гэри Гэнслер может стать причиной проигрыша Америкой на глобальной финансовой арене. США может уступить это место Китаю, и все из одного, единственного человека. Ставь лайк, пиши комментарии, помогай бороться за криптовалюту в США, за криптовалюту во всем мире, за криптовалюту в каждом сердце. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok